Привет! Брата на мой канал! Меня зовут Антон Эс, кто не знает, сейчас у меня этот переезд. Знаете, у меня такое сейчас ощущение, как рыба об лёд. То есть, что-то делаешь, работаешь, что-то пытаешься начать, и нету какого-то морального удовлетворения ни от чего, что ты делаешь. Может быть, это, конечно, этого удовлетворения нет никакого, потому что не видно никаких результатов, наверное, в том контексте, что вот не хочет. Это что-то сделать, да? Поэтому всё как-то оно идёт. Знаете, непонятно, непонятно. Устал я переезжать, вот эта тема с переездами, она мне необходима, она мне реально необходима. Но, когда ты только что-то начинаешь делать, то ты весь такой горишь, потому что кажется, что будет всё легко. Знаете, мне или не знать, что будет легко или сложно, потому что отлично, например, зная, как у меня начинался мой YouTube, да? Меня спрашивает сейчас один чувак, написал, слушай, а как там зарабатывать деньги, легко ли вот на YouTube? Да блин, нелегко на YouTube, особенно когда у тебя нет вот этой какой-то базы, с которой ты начинаешь. Где легко на YouTube? Сидишь и первый год в чёрную дыру снимаешь. Где там легко? Если терпения нет, если денег нет, чтобы этот год себя как-то там поддерживать. Чёрт возьми, ничего, наверное, у тебя не получится, не потому что это сложно, а потому что у тебя терпение закончится, и ты просто элементарно пошлёшь я туда подальше. Вот, и зная вот эту вот всю философию, я думал, что всё, за что сейчас возьмёмся, вот в этом же влоге я говорил про наш вот этот вот ювелирный бизнес. Всё, но сложнее, чем оно кажется. Чистая правда. Вот, и поэтому я не то, что... Ой, сейчас я лапки сложу. Ничего я лапки не сложу, просто всё будет гораздо сложнее, чем оно казалось изначально. Сейчас поедем буквально через пару дней везде. Везде в плане страны, которые мне необходимы, потому что мне нужно будет снять квартиру. Сниму квартиру и потом уже на месте, потому что, вы знаете, теоретически можно было, конечно, брать и начинать всё на расстоянии. Как же думали изначально, что вот свои ювелиры, и вместе сразу начнём всё делать вот прям с нуля. Приедем и сразу начнём сами всё делать in-house, да, вот свой ювелир. И с ним всё делать будем одновременно. Стол поставим, этот поставим в танок. Там, я не знаю, как там они называются, эти самые верста. Сразу начнём всё творить сами-сами-сами. По итогу, получается, сделали мы несколько прототипов. Пришли мы на производство, и нас не то, что прямо, ну вот прям с грязью смешали. Нет, с грязью нас, конечно, не смешали. Только ошибок было. Я понимаю, у нас не было много времени, да? Я сейчас не говорю про эту 13. Я вообще говорю, у нас было несколько прототипов. У нас просто было очень мало времени, и по этой причине было миллион ошибок. Это когда ты приходишь на профессиональное производство, и тебе сразу тык-тык-тык, камни не так вставлены, не так сделана задняя часть. Кто такой кусок золота вешает здесь? То есть, прямо, ну, не смешали с грязью, ну, иными словами смешали с грязью. И получается у нас такая сейчас ситуация, что я так предполагаю себе, что, скорее всего, я вот свои сейчас первые шаги начну делать абсолютно один. Мне очень много написали людей, которые в этом бизнесе. Кто-то хочет просто пообщаться. Знаете, интересный момент? Мне пишут, ой, я тут в этом бизнесе, я здесь. Бро, я могу все разрулить, я могу все решить. И как только ты начинаешь спрашивать что-то, такое ощущение, что люди хотели просто послушать твой голосовой, или там чуть-чуть пообщаться. По факту, ничего такого вот прям практического. Никто не в том плане, что мне кто-то что-то обязан. Мне никто ничего не обязан, это мои дела, блин, сам ты с этим и кувыркайся. Никто мне ничего не обязан, никто мне ничего не должен. То есть я ни на кого, в принципе, и не рассчитываю, что будет какая-то там серьезная помощь от кого-то, да? Вот это дубль, нет. Это у нас летающая тарелка, а здесь у нас такой вот самолетик, да, я так понимаю, Space Story. Класс. Нет, ну просто, блин, если нечего ему сказать, тогда просто не говорите, потому что как-то, о, о, мне сейчас там серьезный дядька или тетка написали. Сейчас у нас все пойдет, все полетит, все будет обалденно. Да пообщаться хотели, хотели голосовой получить. Ну, получили, и все так, блин, и замирает право-налево. То есть я не ожидание от кого помощи. Ну, блин, если говорите, могу помочь, тогда, блин, или реально помогайте, или вообще тогда ничего это и не обещайте, да? Ну, мысль такая у меня. Поэтому я сейчас думаю, что поеду, и я начну сейчас делать все один. Я так не хотел отдавать на производство, если бы вы только знали. Я ничего не хотел отдавать на производство. Думаю, все, сейчас сам начну делать, да? Сами начнем все делать, вот свои ювелиры все. Но я так полагаю, что производство будет или Испания, скорее всего, Испания или Италия. Мы начнем производить там, на профессиональном производстве. Потому что, понимаете, еще интересный момент. К профессиональному производству Мы, я так понял, не в состоянии Вытащить то качество, которое будет Не стыдно продать Интересная мысль мне сказали, когда дело касается ювелирки Легко делать сложную ювелирку Простую ювелирку, чтобы она была Знаете, вот этот вот баланс Сложность чего бы то ни было И в итоге, чтобы продать Вот этот вот баланс очень сложно начать Короче, я понял такую простую вещь Что начну я сначала на Вот этом европейском производстве И когда оно пойдет, а оно пойти должно Ну у всех же идет, у кого-то идет Почему у меня не должно пойти, я верю в такую вещь И у меня должно пойти Поэтому я думаю, что начну сначала с производства Может быть 2-3-4 месяца Произвожу на профессиональном производстве Возможно, это будет дороже Знаете, тоже, если вы думаете, что я рассчитываю Заработать миллион евро Вы очень сильно ошибаетесь Я, вот когда делал касается ювелирного Этого производства, я вообще рассчитываю Выйти вновь, или хотя бы в не очень глубокий минус Потому что здесь хочется, скорее всего, просто Попытаться реализовать себя в этом Но нет у меня вот этого Давайте, сейчас я распишу там план На 10 лет Когда я говорил про этих своих, блин, друзей Из Праги, да Когда они открывали свой ресторан Они говорили Дорогие не говорили А там, знаете, они оба финансисты И они там А вот как-то там, типа Что там вот этот вот спредшит Там какой-то у них там получается Excel Как там твои потенциальные продажи И какой у тебя бюджет Вот когда у тебя выйдет в ноль Я говорю, подожди, я не понимаю, о чем ты говоришь Я не знаю, кто начинал бизнес И как на дурачках, как я начинаю А кто начинал бизнес правильно И вот он мне говорит Вот я рассчитал Столько стоит мука Столько стоит соль Столько стоит сахар Я расписал количество блюд Я расписал количество напитков Я рассчитал Все это внес Вот это бюджет Потенциальная прибыль И я вышел Что где-то через полтора года Я выйду в ноль Я слушаю это И я понимаю Что это совсем не моя история Ну не моя эта история Ну не могу я сидеть Заниматься Подобными вот расчетами Вот так вот рассчитать На год вперед У меня, во-первых, нетерпение У меня нет образования к этому Я верю в одно Можно и нужно, скорее всего Начинать бизнес так, как делают они А можно начинать бизнес По наитию По наитию Это когда ты Вот как душа просит Так ты и идешь, да И Возможно, это глубоко неправильно Но я уже сказал У меня здесь немножко проще история Потому что у меня нет идеи заработать Вначале, по крайней мере Вообще Я не рассчитываю на это Вообще Ни на какую прибыль я не рассчитываю У меня есть идея Просто начать и посмотреть К чему это все придет Меня не пугает вот это ощущение Что вот ты все один, 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 один Да, все этими самыми худенькими ручками Меня это вообще не пугает Меня больше пугает, наверное Какое-то партнерство потенциальное Потому что я человек скандальный И я, скорее всего При партнерстве Я разругаюсь с человеком Ну, это по опыту я говорю Я оглядываясь вот на свои вот эти вот моменты На свой жизненный путь Я вижу просто, что у меня Со всеми друзьями Знакомыми Партнерами Все всегда шло по одному месту Потому что я человек С которым неимоверно сложно Мне со всеми легко Это им со мной сложно Им со мной сложно, потому что Это им со мной сложно, потому что Мне терпеть надо Мои С этой темой жить Да, этим людям И поэтому со мной, наверное, сложнее Чем мне с ними Я, наверное, самый человек Который легче всего Адаптируется Но с моими загонами людям сложно. Это чистая, самая настоящая, чистая правда. Я думаю, сейчас я попробую один. Но, понимаете, интересный момент. Я верю в социальные сети. Я верю, что благодаря социальным сетям, я просто не верю, я знаю, да. Все вы знаете TikTok успехи, когда люди сколачивают просто миллионные какие-то прибыли, миллионные продажи только потому, что вирусное видео с их, например, условной блеском для губ залетело просто на 100 миллионов просмотров и все. Ты обеспеченный человек, потому что тебе в силу соцсетей. В силу соцсетей я верю, ребята. Все вы знаете Оксану Самойлова, все вы знаете, блин, Лерчик, Бара Витясян, да. Я верю в силу социальных сетей. У меня какая тема, да? Мне нужен фотограф, мне нужен видеограф, мне нужен монтажер, мне нужен человек, который может вести Instagram, мне нужен человек, который будет долбить TikTok, мне нужен человек, который будет долбить риус. То есть вы понимаете, я как блогер, я знаю, что такое сила социальных сетей, я знаю, что такое сила интернета. И не умею вам это рассказывать и не умею самому себе это доказывать. Но. И меня вот это пугает. Организовать, скорее всего, я смогу. Ну, смогу организовать. То есть у меня нет страха перед работой. Я смогу это все сделать. Но. Вот это вот необходимость делегировать. То есть если теоретически меня мой монтажер пошлет куда подальше, мне будет неимоверно сложно. Но я смонтирую. Это будет просто кошмар. Это будет ад на земле. Но я хотя бы смогу смонтировать видео. А когда дело касается какого-то стороннего бизнеса, где тебе необходимо ввести сразу несколько соцсетей, почему я не веду Instagram? Да потому что сил никаких нет. И вот здесь у меня сразу такая легкая паника, потому что, скорее всего, пойдут какие-то серьезные расходы вот на эту мелкую моторику. То есть теоретически ты делаешь какое-то украшение, и тебе не нужно сделать тысячу штук, потому что минималки у них нет. Минимум количество вещей, которые можно сделать в данном производстве. И ты их запускаешь, и все. То есть ты сделал пять вещей, и тебе их надо раскрутить, чтобы у тебя люди начали делать заказы. Вот здесь начинается самое сложное. Но в то же время, знаете, последнее, что я хочу, это сидеть, ничего не делать, на попе ровно надеяться, что а вдруг, блин, что-то случится. Никогда ничего не случится. Надо постоянно брать и двигаться вперед. Так меня утомили въезды, если бы вы только знали. Смотрим, как оно все будет. Знаете, а мне интересно, вот кто что начинал, да? Насколько сложно это вообще? Потому что, знаете, вот я со своим поддержкой малого бизнеса, я же смотрю, что мне люди шлют. Я смотрю, что мне шлют люди. Кто-то что-то делает очень серьезно крутое. Ну, реально крутое. А кто-то делает объективно. Я не хочу никого обидеть. Это просто моя личная такая позиция на эту тему, да? Ерунду, не ерунду. Ну, вот люди верят в это. Нет, я знаю, что кто-то придумал элементарный тот же Simple Dimple, да? И на этой ерунде для меня это, ну, просто чушь полнейшая, да? Это чушь полнейшая. Люди на этом сделали, вот на этом изобретении. Какие-то миллиарды. Вы знаете, есть такое шоу Shark Tank, да? Это у нас бассейн с акулами. Есть такая штука, которая называется Scrub Daddy. Scrub Daddy, это спонж. Ну, я поставлю здесь фотку. Это спонж для мытья посуды, который как вот, он холодный, он твердый при холодной воде, мягкий при горячей воде. Спонж для мытья посуды. Мужик пришел на это шоу, там сидят несколько миллионеров, значит, и они говорят, вот я вижу вот так вот, я делаю спонж. Я жду от вас инвестиций на полмиллиона евро, а из-за этого я вам отдаю 20%, например, своей компанией. И люди, реальные миллионеры сидят и думают инвестировать, есть ли в этой вообще идее смысл или нет. Его послали куда подальше с своим спонжем, с этим Scrub Daddy. Что вы думали? Миллиардер, спонжик для мытья посуды. Спонж для мытья посуды у нас в Европе, он продается Scrub Daddy и Scrub Mommy. 6 евро или 5 евро за сколько он стоит? 4,90? 4,50 стоит спонжик. Спонжик один. Обыкновенно это ерунда, которую вы берете за 3 евро, за 1,5 евро, уберете упаковку из 10. Я думал, ну возьму Scrub Daddy, он будет реально все там скрести, он будет реально отмывать лучше. Ну ерунда. Ну моя фишка в чем? Я его постоянно покупаю. Я думаю, они будут долговечны. Их можно мыть в стиральной машине. Их можно, там они будут вам действительно... Это обыкновенный спонж. Обыкновенный спонж. Миллионеры, которые теоретически могли бы инвестировать в его бизнес, послали куда подальше. А он все равно запустил в производство и сделал миллиард. Ну или там 100 миллионов. Там миллионер глубокий. Это самая крутая штука. И понимаете, то есть я вижу, что мне присылают люди. Кто-то делает действительно крутые штуки. Ну блин. Это самая крутая штука. Кто-то делает действительно крутые штуки. А кто-то делает полнейшую ерунду, которой я тоже верю. Какие-то чокеры, какие-то бусики, которые, возможно, в производстве стоят 3 рубля. И которые продаются за десятку. И сказать, что это провальный бизнес, ты это не скажешь. Потому что и ни на таком люди сколачивали гигантские состояния. Не в том, что у меня мысль сколотить гигантское состояние. В том, что у меня вопрос к вам. Кто из вас занимается каким-то производством? Насколько это сложно? И насколько это... Вы имеете тот успех, к которому вы стремились? Я понимаю, нет дела совершенства. Нету лимита для до звезд дотянуться. Я это все отлично понимаю. У меня вопрос. Зарабатываете вы столько или не сколько хотите? Поэтому, когда для кого-то это ерунда. А для кого-то это 100 миллионов евро, которые он сделал на Simple Dimple. Когда я же думал про эту ювелирку, думал. Блин, ну я же начну сейчас с чего-то простого. А не получается ничего простого. Не получается ничего дешевого. Не, возможно, будет, что это в серебре. Что будет альтернатива золоту. Это будет в любом случае в разы дешевле. Просто что-то вот с моей вот этой вот эстетикой. Это, блин, что простое сделаешь. Интересно послушать, кто ведет бизнес. Кто ведет, кто чем занимается. Как у вас это там все идет. Пожалели ли вы или нет. Такое, которое начинали ювелирный бизнес. И потом они этот бизнес ставили на стоп. Потому что не продается ничего. А вот здесь в момент продаж вступает как раз та самая теория социальных сетей. Я с своими 11 миллионов просмотров верю. Знаете, когда ездили в Рим, в Мадрид. Сейчас вот в эту всю тему, да. Ехал с такой полной надежд. Ехал такой. Воспущен. Вау. Сейчас будет. Ух. Круто какая штука. В итоге нет. У меня ручки не опустились. Но просто все будет гораздо сложнее, чем я думал. Сейчас смотрю всякие шоу, не шоу эти в ТикТоке страшные истории. Слушаю, знаете. Это что-то из страшного, из страшного. Что-то такое. Я встретил жену, мертвую жену из Тиндера. В Тиндере встретил с своей мертвой женой. Что-то такое, да. Не могу. Знаете, вот у меня цены. Вот эта вся эстетика, она вот этого все черного. Что-то страшного. Она меня так захватывает. Просто это невозможность. Не были у вас когда-нибудь какие-то предчувствия, что что-то вот из-за этого супернатуральное, да, что-то супер такое, что необъяснимое. Вот вы чувствуете что-то, и у вас что-то плохое случается. У вас есть вот это вот то, что дар предвидения, а вот это вот шестое чувство. Я верю в шестое чувство. Я верю в шестое чувство. Я верю, что шестое чувство, оно тебе говорит что-то. Это знаете, вот эта вот теория, это же есть вот эта вот доказанная вещь. Когда вы можете ощущать взгляд другого человека на вас То есть вы стоите в комнате И вы чувствуете, что на вас кто-то смотрит И это доказано, что есть вот этот посыл Вот этой энергии Вы же мне сейчас не скажете, что у вас такого не было Вы заходите в полной тиши В комнате несколько человек Кто-то на вас пярится, и вы это чувствуете Вы поворачиваетесь, и вы видите, на вас человека смотрит То есть как вы это объясните? Это объясните вы как? Он моргает громко? Или таки есть какая-то энергия Или есть какое-то вот это восприятие На уровне, не знаю, шестого чувства кошки Правильно? Поэтому здесь, знаете, вот говорите А этого не существует А как вы можете чувствовать взгляд другого человека? Вот ответьте, вы чувствовали такое в жизни Что вот вы сидите в автобусе И чувствуете, что на вас вот осмой И вы оборачиваетесь, поймаете Стоит лупится Скажите, что это неправда А теперь скажите, что привидений не существует Нет? Я хотел распаковать эту коробку Сто лет его хотел распаковать Ну и тихо Распакова Вот так в пакетике складывание Знаете, сто лет хотел вчера распаковать Вот это хотел распаковать Сто лет хотел Это была лимитка-лимитка Вот же это кот, который На удачу Как он, манекенек Надо приходить все распаковывать Потому что мы эти коробки замучили Прозрачный лимиток Ребят Ну какой же это Кайф, нет? У-а-а-а У меня будет классные сплетни Вчера были классные сплетни И завтра у нас будет гадание На жены Навального Юлию Навальную Спорное видео получилось В прошлую субботу вышло вот это гадание На моем основном канале На Алексея Навального Ставьте лайк Я поцелую каждому улыбку Спасибо всем, кто поставил Влад, а принеси мне монетку Шанель Я разыграю сейчас Разыграю монетку Шанель Это значит Я купил, это у нас коллекционная штука В театре сколько там лет было Сколько там лет было Коко Шанель И это у нас шикарнейшая штука Это я купил у коллекционера монет Смотрите Я не собираю монеты, но эту монету я хотел купить Потому что эта монета у нас дорогие мои 5 евро У нее стеганая штука Шанель Здесь у нас сама Коко Шанель Это у нас лимитка 2008 года В 2008 году коллекционная монета вышла в 5 евро Это чистое серебро Дорогие мои А, 125 лет Дому Шанель И тогда они выпустили 5 евро В 2008 году Видите, здесь Коко-Коко Это французская тема И знаете, сколько у нас здесь У нас все сертификаты Все есть Вот Все сертификаты есть И здесь у нас 5 евро 22 и 2 грамма чистого серебра Вот такая вот у нас лимиточка Шанель Это крутая коллекционная монета для мумизматов Но, я не мумизмат, но очень захотел себе Купил я, когда я приходил к своей сестре в Монако Водить Моей сестрой он собирает монеты Он сказал О, у меня пришла новая монета Я говорю, покажи И он говорит, вот Я говорю, сколько стоит Он там столько Я говорю, я куплю у тебя ее А я купил, а я монеты не собираю Но это крутая монета В 5 евро, ребят Поэтому, кто хочет, монетку Все, что нужно, чтобы получить Шанель монетку 22,2 грамма серебра Все, что нужно, это просто подписаться на канал Через 2,5 недели и 3 Я разыграю ее Все, что нужно, это подписаться на канал Монетка на счастье Пускай это будет монетка на счастье Кто выиграет, у того будет счастье Знаете, вот счастливая монета Все, что нужно, это подписаться на канал и в комментариях написать ваш контакт чтобы я мог с вами связаться и через три недели я ее разыграю отправлю везде по миру шикарная монетка шанель на счастье вот чтобы у вас был куча денег положите в кармашка она будет вам нести монетки он даже все-таки пластиковым чехле я даже открывать не буду феном не лежит все равно без дела и все вот вся с сертификатами совсем во франции куплено монак но старенькая коробочка но это она какого-то еще 8-го года же до купил жилет классная штучка видимся на следующий пятнадцать пока